Знаковое мероприятие, честь, любви и уважения к нашему древнему народу, Узбекистану. В Санкт-Петербурге проходит День Узбекистана, который приврочен нашим мероприятиям, нашему взаимодействию, сотрудничеству. И с приветственным словом выступает заместитель председателя комитета по имшизм, Андрей Драгомирович Кутков. Если микрофон, позволите. Добрый день, дорогие друзья. Хочу всех поздравить с этим днем. Действительно, День Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге. Короткое лаконичное название, но очень емкое, потому что вмещает в себя взаимодействие нашего города с Республикой Узбекистан, с Ташкентом по очень многим направлениям. Это и взаимодействие в производственной сфере. Вы знаете, выходцы из Республики Узбекистан активно работают здесь, в нашем городе. И вносят значительный вклад в развитие экономики, в первую очередь строительного комплекса, объектов капитального строительства, объектов инфраструктуры. Прекрасная сихозейственная продукция поставляется в наш город из Узбекистана. Наложено взаимодействие в области культуры и медицины, образования. И все это не стоит на месте статично, а активно развивается. И я хочу сказать, что по-другому и не может быть, потому что у нас большое прошлое, героическое прошлое. И вот в год 75-летия победы нашего народа, народа общего, в Великой Отечественной войне, мы не можем не вспомнить эти события, не можем не отдать долг и уважение защитникам нашего города, среди которых были, конечно, выходцы из Республики Узбекистан. Об этом нам напоминает мемориальная доска, установленная от жителей Узбекистана, от правительства Республики на самом святом месте нашего города, на Пискаревском кладбище. Дается слово генеральному консулу Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге, Бабаеву Алишеру Мамаженовичу. Большое спасибо. Я тоже приветствую участников этого мероприятия, прежде всего, правительство, также Баскодиасово, также уважаемые сети прессы. Я хотел бы выразить это в непростое время, то, что такое правительство, такое мероприятие, это действительно отдать должное в такой немногий период. И хотел бы отметить, действительно, Узбекистан в период гражданской войны действительно оказал неоценимую помощь жителям богата Ленинграда, в каком-то, в каком-то, в том, что в этот период действительно очень много было его выявлено. Узбекистан, где-то 200 тысяч человек, из них детей только было, из них только 5 тысяч, только из богата Ленинграда. И тоже хотел бы отметить, что действительно Узбекистан тепло принял жителей богата Ленинграда. Я оценил, и действительно, многих детей, все дети остались, ни один из детей не остался без присмотра. То есть каждая семья постаралась каждого ребенка приютить. И в этой связи хотел бы отметить, что действительно уделяется очень должное внимание. Как вы знаете, в Узбекистане один подряд памятник шахмагатной семьи шахмагатом, который приютил, только одна семья у нас, в самом большом, приютила 15 человек. Другая семья приютила 13 человек. Касымов, 13 человек приютило. И Касымов, 10 человек приютила семья. Хотел отметить, что действительно в этот период Узбекистан оказал неоценимую помощь. И в дальнейшем надеясь на плотную сотрудничество с Российской Федерацией, так и сейчас с Санкт-Петербургом, где со стороны Санкт-Петербурга оказывает действительно неоценимую помощь нашим трудовым мигрантам, которые находятся в Санкт-Петербурге. За Пивалову Владимиру Васильевичу. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, именно так я хочу обратиться, потому что здесь собрались именно друзья. И это не пустые слова. Я просто с удовлетворением отмечаю, что дни Узбекистана в Санкт-Петербурге все-таки состоялись. И мы сегодня являемся участниками открытия дни Узбекистана. Была задумана большая программа, была задумана большая делегация из Узбекистана, которая должна была посетить Санкт-Петербург, должны состояться были конференции, мастер-классы. Но, вы понимаете, условия пандемии не дали возможность провести широкое мероприятие. Но, тем не менее, я бы хотел выразить благодарность комитету по внешним связям за то, что они нашли возможность в этих трудных условиях сделать этот небольшой праздник. Я бы хотел сказать огромное спасибо Михаилу Харилайчу, который предоставил свое замечательное заведение. И это человек, который является собой истинного Узбека, будем говорить. Потому что он очень гостеприимен, и все его рестораны всегда распахивают двери перед большим количеством участников, но сегодня макроя мерчатка. Поэтому, друзья, я думаю, что впереди много работы. Президент Узбекистана поставил глобальную задачу по развитию отношений с Санкт-Петербургом, Ленинградской области, другими регионами. И сюда уже приезжали делегации, которые обсуждали вопросы сотрудничества. Сейчас проходит онлайн-конференция, вот только что вернулся она в Генеральный конкурс с регионами России. То есть работа пошла.